Забавная история произошла со мной недавно, когда я летел в Петербург после выступления в Нижнем Новгороде. Меня везли на такси до аэропорта, потому что я богат, знаменитый, успешен, я не езжу на всяких автобусах. И если кто живёт в Нижнем, тот знает, что у них аэропорт находится просто неебически далеко от города. И мне достался один из таких мерзких таксистов, которые, знаете, имеют на каждую вещь во вселенной какое-то своё мнение, чаще всего неправильное, кстати, и постоянно пытаются рассказать вам об этом. То есть не знаю, рассказывают ли они одно и то же всем пассажирам, но этот чувак звучал так, будто он уже десятый раз заводит эту шарманку. Там как раз в то время были, ну, все эти события с Одессой, с Донецком, с Крымом, вон, все это украинская канитель, грубо говоря. И первым делом, как только я сел в машину, водитель сразу же начал рассказывать мне политическое видение этой ситуации. То, что американцы стравили одесситов, свои убили своих, теперь уже кровь не остановится, и где-то минут 20 мне промывал мозги, пока мы ехали. В конце концов, я не выдержал, позвольте, но что же это такое? Агрессия против славы. Мы в тот самый момент, когда они, Украина, наш братский народ, наш младший брат, чувствовал себя плохо, был расколот политическим кризисом, мы нанесли удар, мы отхватили Крым, еще собираемся Донецк, Луганск, все это присоединять к России. Вы считаете, что это правильно? Что вот это честно так ведут себя люди в 21 веке, на что это все? Люди воевали всегда, все. И я сотворил роковую ошибку, я позволил заметить ему, что какие бандеровцы, что вы там, главное это, чтобы не было войны, чтобы никто не погиб, чтобы люди были в порядке. И он пришел в блядскую ярость. Чтоб вы поняли, он просто, он настолько озверел, что до аэропорта он не затыкался. Он только и говорил о том, какой-то, ааа, что ты говоришь, что ты несешь, как это не бандеровцы, они как, мы им то, мы им все сделали, они русский язык запретить. Фашисты, я тебе говорю, чистой воды фашисты. Я слушал, слушал эту лекцию и кончил с тем, что он не выпускал меня из машины, когда мы приехали, потому что он начал читать мне какую-то длинную речь о том, что я бандеровец. И он сказал, что второй раз везу бандеровца, какой кошмар, какой ужас, будто, знаете, я отравил его машину салом, или я не знаю, чем еще из меня течет горилка, и теперь внутри пахнет незалешностью, или что-то подобное. Он действительно не принимал от меня ни деньги, не открывал, не снимал блокировку с машины, пока не договорил мне о том, что, собственно говоря, какой я пидорас, бандеровец, и что таких, как я, нужно сжечь, а не тех героев, которых подкоптили в Одессе. В общем, если я и хотел что-то сказать с этой байкой, то, ребят, в Нижнем Новгороде пиздец, какие таксисты.